Это у нас ансамбль «Славяночка» в лице Елены Бегма, Елены Филимоновой, Натальи Мосиной, а также их руководители Натальи Прокопенко, заслуженные артистки Крыма. Доброе утро! Доброе утро! Как ваше утро начиналось, кстати? Все-таки зима, прохлада, впереди праздники, наверное, мысли сразу обо всем. Сложно, легко. И прежде всего костюм. Видите, как мы вас встретили. Мы к вам пришли уже сразу новогодний, с новогодним настроением, с новогодним зарядом. Абсолютно, да. Вы, наверное, первые гости, которые так целенаправленно подготовились. Конечно, да. Потому что у нас скоро концерт сольный. Нам исполнилось всего 12 лет. 12 лет. В этом году, да. 25 числа у нас будет концерт, посвященный еще и музыкальной гостиной Крымской филармонии, тоже 12 лет. То есть мы ее придумали, и задумка удалась на славу. Сейчас у нас проходит много концертов в филармонии, именно в музыкальную гостиную ходят многие наши жители Симферополя, а не только. И поэтому вот мы пришли всех пригласить на наши концерты 25 и 27 декабря. Декабря. Уже скоро. Да. Что касается репертуара, куда больше будете клонить? Вы знаете, наш репертуар подбирается в зависимости от нашего зрителя. То есть и вокальная трео изначально как бы подбирала от потребностей нашего слушателя, нашего зрителя. Вы же не стоите за кулисами, выглянули так. Нет. Значит, сегодня вот на этого, вот это, на этих вот это. Мы же живем в нашем обществе, поэтому мы чувствуем настроение, поэтому подбираем, соответственно, то, что востребовано. У нас и Крым такой очень многонациональный, у нас и фольклор есть разный, славянский. В коллективе есть белорусочка, украиночка, славяночка, россияночка. Ну и, конечно же, то, что в первую очередь нравится и нам тоже. Конечно же, если песня по душе, то всегда с удовольствием выходишь и даришь эту песню от души. И, конечно же, возвращается это тепло, эти аплодисменты, эти овации. И, конечно же, потом после концерта подходят люди, благодарят. А это самое главное для артиста. И люди, которые приезжают в Крым, они едут в Крым зачем? Вот зачем? За любовью, за настроением. Вот это мы стараемся передать людям своими песнями. Мы даем им, наверное, то, что они хотели бы, может быть, услышать. И, конечно же, песни о любви. У нас практически все песни о любви. О любви к друг другу, о любви к природе, о любви к музыке. А по-моему, все песни о любви. Да, да. Ну, да, поэтому вот основан на этом. И люди в Крым приезжают, наверное, за настроением и за любовью. А в канун Нового года репертуар как-то меняется? Добавляетесь? А облогатиться новогодними? Да, конечно. Конечно, о снеге, о белом пушистом. Вот, наверное, да, может быть, чуть-чуть. А давайте. А можно? А давайте. Да, да. А вы на сон не выходите? Я слышу, подпеваете так искренне. Да, искренне. Я не только подпеваю, я пою вообще-то, да. Но просто сейчас как бы у меня другая немножечко... Руководящая должность. Руководящая должность, да. Мне приходится еще... Не до песен. Нет. Я думаю, что до песен. Будет до песен. У нас сейчас новое руководство, у нас новые веяния. И я хочу пригласить на все концерты не только славяночек наших любимых, но и у нас вот новогоднюю программу, например, приготовил оркестр наш, симфонический, академический. Сержальный серпантин. Большой новогодний концерт. Да, да. Александр Долинский. Александр Долинский и оркестр. То есть вот такая будет программа. Ну, сейчас готовится большая красивая афиша, вот. Также у нас будет в Украинском театре именно 9 числа, 9 января в украинском, извините, в музыкальном. Сейчас это уже привычка, извините, за 20 лет. Ну, если все-таки уже все... Да, да, да. Даже уже зная, как он называется теперь. Да, все равно все его по привычке так называют, чтобы никто не пошел в этот же день. Например, в Крымско-Татарский или в Русский театр, поэтому, может быть. Вот, там состоится большая праздничная программа тоже нашего большого коллектива, ансамбля песни «Подворье». И на новогодние рождественские встречи приглашает таврический благовест. Это уже традиционные... Ну, там всегда просто волшебный звук тоже. Да, волшебный звук. Это будет в Голубом зале Тавриды музея. Вот, это будет 8-го. То есть у нас насыщенное после Нового года. Люди должны отдохнуть до 7-го числа, встретить Рождество Христово. И 8-го, 9-го, 10-го, пожалуйста, приходите на концерты Крымской государственной филармонии. Так, а у меня в руках, я смотрю... Я думала, что у вас такого приглашения. Так, у тебя уже есть пригласительный, да? Вот, кстати, да, у нас есть пригласительный билет. Да. Так, это на какое число у нас? Это у нас на 27-е. Вот это наш концерт, который состоится 27-го в Голубом зале Тавриды в 15.00. Ну, то есть мы специально взяли такое время. Сейчас рано темнеет, вот, ну, чтобы все, кто нас знает, все желающие, пришли днем, в воскресенье, отдохнули вместе с нами. Угу. Так, ну и, наверное, мы сможем сейчас разыграть этот пригласительный билет. Да. И я думаю, что вопрос может касаться как раз достаточно необычного сегодняшнего дня. Сегодня дело в том, что 22 декабря, сегодня день зимнего солнцестояния. Да, сегодня самая длинная ночь, самый короткий день. И вспомним давние славянские времена, мифологию. Так вот, какому именно богу в свое время приписывалось вот это вот все? То есть, ну, божество было... Кто олицетворял с собой этот праздник? Ну да, то есть считалось, что это день кого-то. Кого-то. У него вообще два имени есть, и даже, по-моему, три. Да, я даже три могу вспомнить имени. То есть, если первый будет вариант, неправильный, да? Из трех точно попадет. Нет, я имею в виду, что у одного божества было три разных имени. Если вы, наверное, назовете любой из них, я думаю, можно будет засчитать как правильный ответ. Если знаете правильный ответ, звоните по телефону 546-546. Итак, в славянской мифологии. Какому же божеству принадлежал, был посвящен вот этот вот день 22 декабря? День зимнего солнцестояния. Ну что ж, звоните, потому что мне уже не терпится еще раз послушать эти зажигательные песни в исполнении очаровательных женщин, которые к нам пришли сегодня. Ансамбль «Славяночка» подарили нам и всему Крыму прекрасное новогоднее настроение. Доброе утро. Что вы говорите? Вы хотите еще с тобой-то спеть? Нет? Ну да, у нас очень много зажигательных песен в ритме современных, и они связаны как бы... Мы берем репертуар наши песни, переводим их на русский язык. Это много англоязычных песен, но мы делаем такую транскрипцию для русских. Это очень интересно, кстати. Поэтому, может быть, сейчас это будет экспромт. А вы по пути переведете песни? Немножко не славянские же костюмы у нас. Что вы хотите? Ну, новогодние зато. Пасадену я хотела. Заседание путешествия. Да, заседание. Тогда мы передвигаемся в жаркую Пасадену. Крым, это побережье? Давайте расскажем вам о том, что у нас прошел очень большой концерт латиноамериканской музыки. Наш солист в филармонии Николай Назаров, он жил долгое время в Венесуэле и в Испании, и привез очень много музыки оттуда. И, естественно, мы с ним очень дружны, наш коллектив, и решили сделать большую программу с музыкантами, которые играли. Это был живой звук, то есть живые инструменты. И это прошел с огромным успехом этот концерт. Вот маленький фрагмент. Секундочку, у нас уже есть просто телефонный звонок. Давайте сразу попробуем узнать, знает ли человек правильный ответ. Говорим, алло, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Напомню еще раз вопрос. Итак, сегодня день зимнего солнцестояния, и этот день в славянской мифологии был посвящен определенному божеству. Как его звали? Ярила. Ярила – это бог солнца, это летнее солнцестояние ему было посвящено. А ну тогда дождь бог. Что-что? Что бог? Дождь бог. Дождь бог. Да, дождь. Ну, в принципе, можно засчитать, потому что он также был известен как Чернобог, и также был известен как Карачум. Было так его имя. Это правильный ответ. Мы вас поздравляем. Сейчас не вешайте трубочку, хорошо? Хорошо. За эфиром вы узнаете, где сможете получить приз. Так, а у нас буквально реально остается полминутки в запасе. И мы хотели сказать, что еще темперамент латиноамериканский, темперамент славянский, и все это в Крыму объединило сейчас. И поэтому... Буквально вот один куплетик или припев. Да, да, один. Я уеду в Фасадену, там, где море и цветы. Я уеду в Фасадену, и со мною вместе ты. Там гуляют до рассвета все влюбленные в сердца. И звучит красиво где-то эта песня до утра. Come with me to Pasadena, today it will be a ride. I have been a Pasadena for a great day of my life. Come with me to Pasadena, if you wanna have some fun. What's your dancing, signorina, in the hero of the sun? Наступающим Новым Годом! Наступающим Новым Годом! Вот это заряд энергии. Посмотрите, как сверкают ваши глаза. Спасибо вам большое. Желаю вам всего самого прекрасного. Приходите к нам в гости еще. А к нам пусть приходят с иной концептой. Я думаю, это энергетика. Она даже сквозь экран телевизора передалась телезрителям. Это энергетика. Спасибо.